МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся на территории нашего региона и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. Опоздали на работу. Проспект Ленина и улица Дуки оказались парализованы из-за двойной аварии. Внимание, тонкий лед. Сотрудники МЧС предупреждают любителей зимней ловли. Тайные пороки сотрудника ГИБДД поймали на распространении порнографии в интернете. Пожар в бежице. Огонь забрал дом и его хозяина. Пятница началась с аварии на дорогах. Сразу два ДТП произошли рано утром на улице Дуки в Брянске. Их отделили друг от друга считанные метры. Первая авария случилась на переходе у школы номер один. Там столкнулись Форт Фокус и Лада Ларгус. А на остановке в ДТП попали маршрутка Мерседес Бенц и Пежо. В результате на проспекте Ленина и улице Дуки образовалась пробка, из-за чего многие опоздали на работу. Но иногда затор намеренно организуют сотрудники МЧС. Так, 24 ноября на приграничной территории Брянской и Гомельской областей состоялось командное штабное учение. По замыслу на автодороге А240 в полутора километрах западнее поселка Красный Камень из Лынковского района Брянской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Вследствие аварии образовался затор. Произошло столкновение нескольких автомобилей. Есть пострадавшие. Топливо из автомобилей разлилось на проезжей части. При проведении учения отрабатывались вопросы взаимодействия при чрезвычайных ситуациях в осенне-зимний период Главного управления МЧС России по Брянской области и Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Сюда входят действия дежурных служб по доведению информации об угрозе и возникновении подобных аварий. Работа органов управления по оценке обстановки и принятию решений на организацию работ по ликвидации ЧС. Взаимодействие при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. Своевременное развертывание пункта обогрева и питания. Это учение в этом году проводится впервые. У нас довольно тесное сотрудничество с управлением МЧС Гомельской области. Мы обмениваемся опытом, принимаем участие в различных соревнованиях, то на территории Ломельской области, то у нас на Брянщине. Поэтому сегодняшнее мероприятие позволит еще более усилить контакт между пожарно-спасательными подразделениями, обменяться передовым опытом и в дальнейшем взаимодействовать при граничнике. Не только аварии волнуют в зимний период сотрудников МЧС, но и лед, который устанавливается на водоемах. Не выходить на тонкий лед призывают граждан-спасатели. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. МЧС напоминает, что для занятия под ледным лобом безопасным является лед толщиной не менее 10 сантиметров, при условии, что морозная погода сохраняется как минимум в течение недели круглосуточно. Уважаемые рыбаки, запаситесь терпением и дождитесь, когда на водоемах встанет лед. На распространение детской и взрослой порнографии попался инспектор областной ГИБДД. Через телефон и компьютер любитель клубнички загружал откровенные ролики на страничку ВКонтакте. Вычислили любителя порнографии сотрудники спецотдела полиции в ходе мониторинга сети интернет. Им удалось установить, кому принадлежал телефон, с которого шла загрузка на сайт. Гаишник дал признательные показания. Ему уже предъявлено обвинение. За распространение порнографических материалов через интернет по двум статьям ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы. Один человек погиб в результате пожара в частном доме на переулке Кирова в Бежице. Огонь вспыхнул утром понедельника около половины девятого. По данным регионального главного управления МЧС, на место ЧП выезжали 4 автоцистерны, служба пожаротушения и проведение аварийно-спасательных работ. К моменту их прибытия крыша деревянного строения горела уже по всей площади. Огонь устранили в 9.16. Причина возгорания пока не установлена. Погибший в огне мужчина являлся хозяином сгоревшего дома. Бывшего начальника отдела назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации и субсидии на оплату ЖКХ отдела соцзащиты населения Фокинского района Елену Кузьминову обвиняют в мошенничестве и превышении служебных полномочий. По версии следствия, за два года она вместе с другими работниками СОБЕСа преступным путем похитила более полутора миллионов рублей, выделенных из бюджета в качестве адресной помощи гражданам. Уголовное дело в отношении Кузьминовой направлено в суд. В Брянске произошло страшное ДТП с участием двух маршрутных такси и легковушки. Авария произошла в Бежском районе на улице Ульянова. По словам сотрудников ГИБДД, водитель маршрутки «Пежо» наехал на бордюр и отскочил на легковушку «Ситроен», которая в свою очередь врезалась в другое маршрутное такси «Рено». В результате тройного ДТП пострадало четверо пассажиров. Их отвезли в ближайший травмпункт и оказали необходимую помощь. На очереди традиционные три вопроса прокурору в рубрике «Правовой аспект». Возможно ли в судебном порядке взыскать вред причиненной личности гражданина? Законодательство Российской Федерации предусматривает различный порядок возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, в зависимости от тех обстоятельств, при которых причинен вред. В том числе предусмотрен и порядок судебной защиты. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иными повреждениями здоровья или же в результате смерти кормильца, могут быть предъявлены по месту жительства ответчика, по месту причинения вреда и по месту своего жительства. Что можно взыскать с причинителя вреда? В объем возмещаемого вреда включается утраченный пострадавшим заработок, доход, под которым понимаются средства, полученные гражданином по трудовым или гражданско-правовым договорам, а также от предпринимательской или иной деятельности, например, интеллектуальной, до причинения увечья или иного повреждения вреда здоровью. Также взыскиваются расходы на лечение или иные дополнительные расходы. Здесь мы рассматриваем расходы на дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовка к другой профессии. Здесь имеется в виду, что расходы на лечение и иные дополнительные расходы, подлежащие возмещению причинителям вреда, взыскиваются в том случае, если будет установлено, что пострадавший нуждается в этих видах помощи и не имеет права на бесплатное получение. Предусмотрена ли компенсация морального вреда за причинение вреда жизни или здоровью гражданина? Учитывая, что причинение вреда жизни или здоровью гражданина влечет в физическое или нравственное страдание, пострадавший имеет право на компенсацию в том числе и морального вреда, как при наличии вины причинителя вреда, так и независимо от его вины, если вред жизни или здоровью гражданина причинен источником повышенной опасности, например, транспортным средством. Установлению в данном случае подлежат лишь размер компенсации морального вреда. И на сегодня это все. Цените свою безопасность, как самое главное ваше право. До встречи! Одежда ведущим предоставлена магазином OG. Boom City, второй этаж. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ